Запрет на внеплановые проверки бизнеса в Поморе начнет действовать с 1 января 2017 года. Соответствующие изменения будут внесены в региональное законодательство в ближайшее время. Это, впрочем, не значит, что ревизии бизнеса прекратятся. Они будут возможны в исключительных случаях и лишь по согласованию со специально созданной комиссией. Чтобы как минимум не увеличилось количество внеплановых проверок, а как максимум, чтобы их количество, в первую очередь, для добросовестных участников рынка в разы сокращалось. И перейти все-таки к тому, чтобы у нас проверки были не для того, чтобы наказать предпринимателя, а для того, чтобы, если он сам, может быть, каких-то вещей не знает, чтобы его предупредить. В Архангельске продолжаются работы по установке новых крышек на открытые водопроводные и канализационные люки. В ноябре водоканал закупил пробную партию – 300 крышек из песка полимера. Специалисты считают, что они не привлекут внимание воров. Устанавливать новые пескопластиковые крышки будут, исходя из заявок, которые формируются на основе обращений граждан. Дополнительный поезд между Архангельском и Санкт-Петербургом будет курсировать в новогодние праздники. Из поморской столицы поезд отправляется 25 и 29 декабря в 10 утра, 30 декабря, 5 и 8 января в 14 часов, 2 января в 9 часов 15 минут. На совещании в администрации города рассказали о предстоящем предновогоднем марафоне. Так, 3 декабря в парке Усаломбулы-Арт горожане отпразднуют день рождения Архангельского снеговика. Ёлки во всех городских округах будут открыты 17 декабря, а 25 огнями засияет зеленая красавица в центре на площади у администрации. На набережной Северной Двины в районе Вечного огня появится ледяная тропа сказок Архангельского снеговика. Непосредственно в новогоднюю ночь концерт состоится ночью с 31 декабря на 1 января с часу 30 до 3 часов. В 2.50 на территории рекреации набережной Северной Двины для горожан будет организован новогодний фейервер. Также в программе новогодних торжеств седьмой фестиваль «Рождественский благовест», турнир по игре в снежки по правилам и фестиваль ледовой скульптуры. Диск с концертной записью арт-ансамбля Тима Дорофеева и саксофониста Анатолия Вапирова попал в престижный европейский хит-парад «Europe Jazz Media Chart». Он составляется на основе оценок редакции ведущих джазовых журналов Старого Света. Пластинка архангельских музыкантов снискала немало восторженных откликов и рецензий. Мы играли концерт этим летом на фестивале в Болгарии, в Варнии, с легендарным музыкантом Анатолием Вапировым. И этот концерт записали, передали в лейбл, есть такой у нас арт-бит, который выпускает альтернативную, прогрессивную, интересную музыку. И они сразу сделали, выпустили диск. И мы презентовали его на фестивале Дней джаза Владимира Визитского. Чарт европейских джазовых СМИ не хит-парад и не связан с цифрами продаж. Это список новых и самых интересных, по мнению журналистов, пластинок. Один из треков на диске – баллада «Владимир», посвящение легендарному Резицкому. Сегодня в Архангельске облачное с прояснениями погоды, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура днем от минус 16 до минус 19 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды – второй, благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова